Путь победы длиною в 7 тысяч километров уже проделали участники всероссийского веломарафона. Он стартовал 5 мая, финиширует 12 июня. Символично, что в день победы очередной этап пробега принимал Крым. Как встречали в столице республики спортивных патриотов, знает наша съемочная группа. Отличительной особенностью этого веломарафона является то, что к нему уже по ходу присоединяются все новые участники. Один из них 17-летний симферополист Владимир Курицын. В составе команды он уже проехал порядка 200 километров. Говорит, для него это личный рекорд. Ведь до этого он больше 80 километров в один день вообще не преодолевал. Символизм момента не позволил дать заднюю. Я считаю, что это важно, чтобы люди помнили, видели. Они просто сидели где-то по паркам, просто сидели компаниями, пили спиртное. Просто, чтобы хотя бы помнили. У нас как бы день победы, он для наших предков, а не просто выйти где-то в парк и пожарить шашлык и поесть. Уже в точке сбора в Симферопольском парке имени Тринёва к марафонцам присоединились и крымские велолюбители. Их набралось несколько десятков. О самом пробеге узнали в интернете. Своеобразный флешмоб организовали достаточно быстро. Мы всей этой информацией обеемся. Когда проходят какие-то велопробеги, эта информация у нас практически оказывается у первых, кто читает постоянно. Вот мы так спонтанно собираемся, спонтанно организовываем. Велопробег рассчитан на 39 дней. За это время участники пройдут несколько тысяч километров. То, что 9 мая велоспортсмены провели именно в Крыму, важно со всех точек зрения. Это Крым. Это просто радость. Это счастье. Я никогда не был в Крыму. Ну и сейчас я скажу, вот уже вам два года, как вы в составе России. Это чудесно. Это уже навсегда. Где бы, кто бы, как бы не говорил. Но это уже наше, мы едины. И в этом наша сила. По задумке организаторов, марафон финиширует 12 июня. Там же, где и стартовал, в Таганроге. Балерия Назарян, Иван Ковалев. Время новостей.